Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки В торговом центре Радужный на третьем этаже В павильоне номер 37 Вас ждет детский магазин Детских товаров Мой малыш называется Детский магазин Мой малыш, вот так Все приходите сюда, ведь здесь самые классные цены Здесь самые классные продавцы Здесь все самое классное И самые классные товары Всем привет, привет, привет На телеканале Интекс Детская передача Детки не посетки Ее ведущая Леся Клепка и Степка И сегодня мы посетим детскую образцово-вокальную студию Онлайн Которая находится в школе номер 17 Степ, побежали Побежали Погнали, Степка Погнали, Степка Погнали, Степка Ух ты, клепот, слушай Тут такие талантливые ребята Я ж замер от удивления Ничего себе Степ, я тоже еле просто отмерла Тут такие ребята талантливые Ну может мы с ними как-то поближе познакомимся Давай Давай, Степа Давай, ребята, все к нам Талант хватит уже стоит Слушай Давай 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 Ух ты не степел Давай 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 Александр Лиспи что ли Мои все проснулись Мои да, твои Папараба 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как называется ваша вокальная студия? Онлайн! А кто дал такое необыкновенное, интересное и странное даже название вашей студии? Наш преподаватель. Ваш преподаватель. А как зовут вашего преподавателя? Надежда Леонидовна! Хорошо. Ребят, скажите, какие вам больше нравятся петь песни? Веселые или грустные? Вот, например, тебе какие песни нравятся? Веселые. Веселые. Кому еще нравятся веселые песни? Так, а кому из вас, девчонки, мальчишки, скажите, нравится петь грустные песни? Никому? Но все равно же бывают грустные песни. А как вы думаете, для чего люди придумали грустные песни? Для того, чтобы иногда, когда кому-то человеку грустно, он вспоминал о своем человеке и эту песню, которую он слушал, слушал и напоминал ей. Чтобы песня напоминала, да? О близком человеке. Еще? Чтобы каждому человеку чувствовалась эта песня. Ребят, вот скажите, вот ваша вокальная студия называется онлайн, правильно, да? И, наверное, это название как-то охарактеризовывает вас, правильно? Вы всегда в движении, вы всегда не сидите на месте, вам просто вот тоже, как и мне, не сидится, не стоится, вы просто идете и поете, правильно? Так? Или кто-то ленится петь? Нет, нет, это замечательно. Слушайте, ребята, я вот хотел у вас спросить, а вот петь может научиться каждый или не каждый? Не каждый? Что? А как это проверить? Можешь ты петь или не можешь? Вот, например, как я могу себя проверить? Что я лучше делаю, пою или танцую? Как вы думаете, ребята? Как проверить, может человек петь или не может? Вот на что обратить внимание? Вот я пришел учиться и что мне нужно сделать, чтобы я научился петь? Ну-ка, ребят, давайте. Надо сначала попробовать. Попробовать? Отлично, я попробую. Ты мне поможешь? Да. Хорошо. Так, следующий? Надо распиваться. Распиваться, замечательно. Еще что? Не сдаваться. Не сдаваться? Молодец, давай пять, не будем сдаваться. Так, следующий? И если ты на сцене, не надо бояться. Не сдаваться, не бояться, распиваться и отоспаться, правильно? Кто-нибудь из вас хотел бы стать известным певцом или певицей? Да. Точно? Да. Ага. А что нужно для того, чтобы стать известным певцом или певицей? Отлично, давайте. Хорошо учиться в школе. Хорошо учиться в школе, принимается. Надо много трудиться. Надо много трудиться, отлично. Надо стараться. Стараться. Надо научиться. Научиться чему? Петь. Отлично. Надо хотеть петь. Надо хотеть, научиться и хотеть петь. Нужно еще следующий. Надо не лежать на диване, а учиться. А лежа на диване, что ли, нельзя петь? Можно! Можно! Что ж вы не... Можно, конечно! Надо ходить на все музыкальные занятия. Отлично! Ты на все музыкальные занятия ходишь? Да. Не пропускаешь? Нет. На диване не поешь? Нет. Молодец! Давай пять. Скажите, а сколько вообще надо времени, чтобы научиться петь? Много лет. Много лет? Почему? Выучил песню «Ходи и пой»? Зачем много лет? Ничего не понимаю. Ну, а ты попробовала... Вот ты выучил песню, и ты плохо спел. Надо учиться эту песню петь. Ну, а как можно песню спеть плохо? Вот вы мне скажите. Вот вы тут пели, вы пели просто прекрасно. А как это плохо? Можно спеть хорошо, но чтобы достичь высокого, надо очень стараться и все время петь. Хорошо. А скажите, как это плохо надо спеть? Крылатые качели летят, летят и улетели. Нормально спел. Я думаю, Степа, у тебя вообще ничего не получилось. Как вы думаете, Степу можно научить петь? Да. Да. Мы, наверное, много узнали, и ребята много узнали. Я думаю, ребята очень устали, поэтому надо размяться, и надо немножко... Что? Поиграть, правильно? Да. Будем играть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, ребята, сегодня мы вместе с вами посетили образцовую вокальную студию онлайн. Где занимаются самые талантливые ребята нашего города. И их талантливый и бесподобный замечательный руководитель Надежда Семенкова. И с вами была телепередача Деньги и Деньги и Деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, привет, привет! Заждались меня вы? Нет? Вы меня не обижаете, а за мною повторяете. Всем ребятам я подружка, я веселая. Хлопушка? Хм, никакая я не хлопушка. Не бабахаю я, а смеюсь. И со всеми веселюсь. Всем ребятам я подружка, я веселая. Ватрушка? Нет, не ватрушка. Я невкусная совсем. И ватрушек я не ем. Всем ребятам я подружка, я Олеся Хохотушка. И моя самая любимая рубрика. Палитра талантов. Все умею, все могу. Ну и, конечно же, моя самая любимая детская передача на телеканале Инстекс. Детки, не по сетке! Кажется, здесь кто-то спит. Или, может быть, вода шумит. Или чайник кипит. Ребят, вы ничего не слышите? Так это же Степа спит! Ой, ребята, помогите! Мне, Степана, разбудите! Что же мне делать? Что же мне творить? Надо Степу водой облить! Точно, точно, водой облить! Тын-тын-тын-тын-тын! Или, может, прямо вот так его освежить? Его надо щекотать! Не надо меня щекотать! Его надо помять! Не надо меня мять! Степа, тебя еще можно покутать! Не надо меня покутать! Степа, вставай! Да не хочу я вставать! Хватит! Степа, ну пойми, что такими поступками нельзя прославиться! Такого не бывает! И в книгу рекордов Геннесса, ну, спящие Степаны не попадают, это точно! Да! Угу! И что мне теперь делать? Как же мой рекорд, а? Куда мне его записать? В какую книгу? Степ, я думаю, пускай этот рекорд останется на потом! А сейчас я предлагаю... Ну, я не знаю, ну, может, картину нарисую какую-нибудь вместе с ребятами! Я? Да! Слушай, точно! Так, так, так! Угу, а что мы будем рисовать? Ну, я не знаю, подумай! Можно же кого-то или чего-то нарисовать! Правда, Игорь? Вот чего-то я сейчас и нарисую! Например, тебя! Так, встань сюда! Угу! Не двигайся! Не двигай, как обычно, стою сейчас! Ага! О! Где вы? Так! Не так! Вот так держи! Угу! Сейчас мы тебя с ребятами нарисуем! Так, сколько рукей нарисовать? Степ, у меня две! А голова сколько? Один, два, три! Ну что, Степ, можно посмотреть? Не-не-не, постой! Дай я тебя подготовлю! Ты давай чуть-чуть поближе к штучику подойди, чтобы не упасть от такой красоты! Ммм! Поворачивай! Раз, два, три! На портрет можно смотреть, а? Опа! А-а-а-а! Степа, это я? Ну а как же не ты, смотри! Волосы голубые, правильно-правильно, ручки худые, ножки короткие, уши здоровенные вот такие и глаза малюбасенькие! Степ, все про тебя! Ладно, Степ, я думаю, тебе надо очень долго тренироваться с твоими картинами! Давай лучше в политру талантов, а то мы с тобой окончательно поссоримся! Точно, давай прямиком в политру талантов, побежали! Побежали, Степа, там много всего интересного! Давай со мной! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Степ, ну как тебе рисунки наших ребят понравились? Знаешь, очень понравились! Мои, конечно, рядом не стояли, но я думаю, что тоже скоро научусь так же рисовать, как наши ребята! А дорогие бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, дядики, тетеньки и все остальные! Мы не устаем напоминать, что присылать ваши работы! Ваши рисунки, ваши танцы, ваши поделки, ваши песни! Нужно нам... Стихи, Степ, стихи! А, точно, стихи! Нужно нам в официальную группу ВКонтакте, детки-непотетки, так же аватоклассники, но можно еще сюда на телекомпанию и тыкс слать! Вот и все! Вот и все! Ждем вашей работы, ребята! Подайте на пропитание бедному слепому коту Базилио одну, нет, две, да нет, три или пять горочек хлеба! Базилио, Базилио, не так просишь! В голосе должна быть нотка сострадания, нотка попрошания и нотка понимания! Учись, Базилио, подайте бедному коту Базилио на одну корочку хлеба! Понятно? Понятно, понятно! Пробуй, Базилио, пробуй! Подайте бедному коту Базилио на пропитание одну, нет, десять горочек хлеба! Да! Уже лучше, уже лучше! Уже лучше, отлично, уже лучше! Ну что, ребята, вы нас узнали? Кто мы такие? Правильно! Сегодня я, Лиса Алиса, а это... А это! А это кот Базилио! Вот кто это! И, конечно же, мы гуляем по сказке, по всем любимой сказке Буратино! А я думал, он называется кот Базилио, а не Буратино! Нет, кот Базилио, эта сказка называется Буратино! И отправляемся мы вместе с ребятами! И с тобой, кот слепой Базилио, куда? В страну дураков! Нет, Базилио, мы отправляемся не в страну дураков, а на поле чудес! О, поле чудес! Мое любимое место! Мое любимое поле! Там, Базилио, мы будем поздравлять всех защитников Отечества и, конечно, всех именинников! Потому что именно там, на поле чудес, исполняются все заветные желания! Ну что ж, Алисочка, указывай мне дорогу в поле чудес! Но для начала Базилио нужно размяться, а для этого не обязательно слепым притворяться! Ну что ж, хорошо, давай разомнемся и вперед на поле чудес! Давай! Да? Базилио, нюхаем цветочки! Кажется, добрались! Добрались! Базилио, какая прелесть! Какая здесь погода! Оглянись! Куда смотреть, я слепой? Опять двадцать пять! Будем наших именинников поздравлять! И по полю чудес гулять! И по полю чудес гулять! Ну что ж, поехали! Поехали! Куда ехать? Двадцать третьего февраля у Лени хорошее настроение! В лабиринте иллюзий Леня отмечал свой пятый день рождения! С днем рождения поздравляем и от души желаем улыбаться, веселиться, не грустить! И не сердиться! Пусть конфеты и игрушки вдруг найдутся под подушкой! Будет полон дом друзей, с ними будет веселей! А теперь время поздравить наших юных защитников Отечества! Совко, Тимур, привет! Тристинь, Эмилиан, привет! Вы нас хорошо слышите? Эгей! Отлично! А видите, как хорошо? Это тоже хорошо! Да я вообще ничего не вижу! Мы наших мальчишек поздравляем с Днем Защитника Страны! От души мы вам желаем счастья, силы, красоты! Ура! А теперь мы проверим, какие наши ребята умненькие, хорошенькие и смышлененькие! Скажите, пожалуйста, ребята, кто это или что это такое? С букварем шагает в школу деревянный мальчуган, попадает вместо школы в настоящий балаган! Как зовется эта книжка? Как зовется сам мальчишка? Правильно! Буратино! Справились, ребята! Все ответили на этот вопрос! Ребята, а скажите, пожалуйста, какие еще герои были в этой сказке? Какие еще герои гуляли по этой книжке? Мальвина, пьеро, карабас-барабас, еще... Правильно, ребята! Не слышу! Хм... Мне даже картинку показывают! Вижу, вижу! Спасибо, ребята! Справились и с этим заданием! А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос! Скажите, кто подарил Буратини азбуку? И это знаете? Папа Карло? Хм... Ну вот этот вопрос! Лисе Алисе, вы ни за что не ответите и не отгадаете! Что было нарисовано на холсте у папы Карло в коморке? И это знаете! И что же было нарисовано? Конечно, очаг! Я вижу, вам эта сказка тоже очень нравится! Базилио, ты обратил внимание, какие у нас смышленые ребята? Они ни разу не сбились! И в нашей сказке код Базилио не заблудились! Молодцы, ребята, молодцы! Ну что ж, тогда знаете чего? Тогда давайте закроем глазки! И громко, пригромко крикнем! Поздравляем! Три, четыре... ПОЗДРАВЛЯЕЕЕЕСЬ! Поздравляем! Счастья и добра желаем! Ну что, Шалиса, ничего не забыли? Вроде бы ничего. А вот я скажу, что забыли. Ну что ж, дорогие мамы, бабушки, бабушки и дедушки, слушайте внимательно. Если вы хотите поздравить своего ребенка с днём рождения оригинально и оригинально, то тогда присылайте свои заявочки к нам на поле чудес то есть какой поле чудес на телекомпанию Интекс или же в официальную группу ВКонтакте детки-непоседки и мы обязательно за 3 корочки хлеба поздравим ваших детишек с днем рождения понятно? Базилио за 4 корочки за 4 корочки хлеба поздравим вашего ребеночка ну а с вами были детки-непоседки ура! Лиса Алиса и кот Базилио и кот Базилио Всем пока! Пока! Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки в торговом центре Радужный на третьем этаже в павильоне номер 37 Вас ждет детский магазин детских товаров Мой малыш называется детский магазин Мой малыш вот так Все приходите сюда ведь здесь самые классные цены здесь самые классные продавцы здесь все самое классное здесь самые классные товары и вот так и